Приветствую всех, с вами Олег Саламаха, и в этом видео вы увидите мини-обзор самых интересных партий, которые случились во втором туре супер-турнира Кубок Синкфилда, который проходит с 17 по 28 августа в американском городе Сент-Луисе. Играют у нас 12 шахматистов по круговой системе, то есть нас ждет очень длинный турнир, целых 11 туров, фактически это как формат Вейконзея, то есть очень длинный такой турнир, поэтому соперники, конечно же, экономят силы, и понятное дело, что так как соперники чрезвычайно сильны и экономят силы, нас ждет множество ничьих. И победит тот, у кого лучше и крепче нервы, кто более стрессоустойчив и кто, конечно же, сильнее играет в шахматы. Сейчас вы видите на ваших экранах состав участников, кто с кем играет во втором туре, ну и сразу я вам забегая вперед скажу, что все партии второго тура завершились ничью, но интересные моменты были в двух партиях, которые я и хочу, соответственно, вам показать. В первой партии, которую мы с вами посмотрим, белым играл Аниш Гири, черным играл Ливон Аронян. Е4, Е5, К3, К6, С4, К6, Д3, С5, рокировка Д6, на доске у нас итальянская партия, после С3 у нас вариант Джоку Пиано, с перестановкой ходов А6, А4, рокировка К2, С7. Итак, это все главная линия, черные заранее уводят слона из-под тычка Б4, Х3, Х6, ладья Е1, ладья Е8, Б4, белые захватывают тем временем пространство на ферзевом фланге, слон Е6, слон бьет Е6, ладья бьет Е6, ферзь С2, ферзь Д7, конь Ф1, Д5, итак, черные наносят контрудар в центре, и позиции получаются примерно равные. Но после слон Е3, вот здесь Ливон Аранян применяет новинку, играет Д4 и закрывает центр. Партия предшественницы, которая игралась между Виши Анандом и Уэсли Со, черные играли слон бьет Е3, но после конь бьет Е3, Виши Ананд эту партию белыми выиграл. Вишанант, значит, вернее не Вишанант, а Ливон Аронян пробует новинку, играет d4, cd, конь бьет d4, слон бьет d4, конь бьет d4, ферзь бьет d4, и происходит размен после ферзь бьет c7, ферзь бьет d3, ферзь бьет b7, ферзь b8. Мы видим, что черные пожертвовали пешку, но пожертвовали не просто так, а за инициативу, угрожает уже где-то поимка ферзя ходом, значит, ладья b8, но не поимка, а явно поставить ферзя в неудобное положение, пешка на поле b4, скорее всего, просто отыграется, поэтому ладья d1 играют белые, тогда следует ферзь b8, ферзь бьет b8, ладья бьет b8, f3, ладья бьет b4. Повторюсь, что пешку на поле b4 белому удерживать неудобно, они играют f3, защищая пешку на поле e4, и поэтому после ладья бьет b4, конь e3, g6, a5, очень точный ответ, пешка на поле a6 теперь слаба, но все равно позиция близка очень к равной. Ладья b5, ладья b1, ладья c5, ладья b6, король f8, ладья a2, понятно, что без помощи соперника эту партию белым не выиграть, но посмотрим, что происходило в партии. Итак, h5, h4, конь d7, ладья b7, ладья c1, король h2, конь c5, ладья b8, шах, ладья e8, ладья b6, ладья e6, пока ничего не происходит, конь d5, ну вот белые централизуются, ладья бьет b6, играет здесь Ливон Аронян, после ab, ладья b1 встает ладьей по канону, сзади пешки, но пешка все-таки очень опасная, пешка на поле b6. И вот здесь после ладья a5 возник первый критический момент в партии, то есть, понятное дело, что если конь куда-то уходит, то теряется пешка на поле a6, и вот здесь Ливон Аронян выбирал между ходом конь d7, нападая на пешку на поле b6, но при этом отдавая пешку на поле a6, и у белых здоровая лишняя пешка, да еще и проходная, или же сыграть ладья b5. То есть, понятное дело, что после этого делать нечего, надо меняться, но после ладья бьет b5, ab, вот здесь я подвигал, оказывается, что черных ждет тяжелейшее окончание коневое. То есть, вот смотрите, g4, ключевой ход, белые создают зацепку, брать нельзя, поскольку в этом случае белые быстро образуют проходную по вертикали h. А теперь черные просто отвлекают, соответственно, как мы видим, вернее белые отвлекают черных, так, прошу прощения, вот смотрите, значит, они дают шах, забирают пешку, черные вынуждены отвлекаться королем на взятие пешки на поле b6, и теперь получается так, что после этого белые эту пешку выигрывают. Ну вот ключевой момент, вот он, последний рубеж обороны, то есть черные готовы все время ходом конь e1 прицепиться к пешке на поле f3, и пешка на поле, как мы видим, h4, это является лишней пешкой, да еще и проходной. Но вот компьютер говорит, что здесь реализовать белым перевес было бы крайне сложно. Может быть сюда стоило пойти Ливону Ароняну, но он сыграл конь d7. Последовала ладья бьет h6, у белых здоровая лишняя пешка, ладья b2, король g1, король g7, король h2, и Ливон надеется отстояться. Король f8, король g3, король g7, король h3, король f8, g4, понятное дело, что без прорыва на королевском фланге, создание дополнительной слабости, белым эту партию не выиграть. hg, fg, конь c5, ладья a8, король g7, и g5, припечатывая черных и угрожая смертельным ходом конь f6 и ладья g8 мат. Поэтому ход конь бьет е4 вынужденный, то есть мы видим, что белые пожертвовали пешку. Но вот теперь после ладья d8, король h7, ладья b8. Вот здесь не разобрался, к сожалению, Ливон Аронян, он играет ладья b5, и этот ход проигрывает партию. Но самое интересное то, что проигрывает уже и ход король g7. То есть после точнейшего хода ладья d8, белым нужно для выигрыша передать очередь хода. Смотрите, друзья, как красиво. Конь не попадает на поле d6, ходом ладья d8 белые его режут. Король h7, ладья a8, это так называемый треугольник. Теперь король g7, ладья b8, и получается цукцванг. Конь не ходит ввиду конь f6 и ладья g8 мат. Опять же, ладье также ходить особо некуда, иначе просто король вырвется через поле g2, куда-то пойдет вперед зигзагами. Поэтому приходится играть король h7. Но теперь после точного хода конь f6, конь бьет f6, gf, оказывается, что все равно на доске красивейший цукцванг. Смотрите, друзья, король не ходит по причине теперь уже просто мата на поле h8. Ничего не меняет ход g5 из-за h5 и та же самая позиция. Поэтому e4, но тогда король g3, e3, король f3, e2, король f2 и все. И черные в цукцванге. Король не ходит по причине мата, ладья не ходит по причине потери пешки. Цукцванг и черные проигрывают партию. Вот так вот могла закончиться партия. Но после хода ладья b8, аниш гири, вернее Ливон Аронян сыграл ладья b5. Позволил как раз анишу гири сыграть конь f6. Но аниш гири не разобрался и этот ход не сделал. Этот ход выигрывал партию. Аниш гири же сыграл b7. И теперь уже после ладья b2 никакого цукцванга нет. Король никуда не прорывается. И самое главное, не получается никак разрушить оборону. Теперь уже угрожает всякие вечные шахи. Конь e7, конь d6, нападая на пешку. Конь g8, угрожая опять же матом. Вот таким вот снова. Но конь e4. Брать, естественно, пешку нельзя ввиду мата. Но конь e4. Защищаем пешку, вернее, поле на поле. f6 критическое. И черные держатся. Конь e7, конь d6, конь d5, конь e4, конь e7. И соперники завершили партию в ничью. Тройкратным повторением. Ну вот, видите, не нашел Анижгири шанса на победу. Ну, на самом деле, это было достаточно неочевидно. То есть, компьютеру-то это все очевидно. Вот такие красивые маневры ладьей. Еще раз давайте посмотрим. То есть, вот критический момент. После ладья b8 уже позиция белых выиграна. И, конечно, после король g7 найти вот такой маневр. Ладья d8, король h7, ладья a8. Маятник такой. То есть, передаем просто очередь хода. Король g7, ладья b8 и цукцванг. Ну, красивейшая, на самом деле, позиция. Поэтому, в принципе, здесь Анижгири должен был побеждать. Но, посмотрим с вами, друзья, еще одну партию. Идем дальше. Белыми играл Фабиана Круана. Черными играл Ян Непомнящий. Е4, c5, конь f3, d6, d4, cd, конь бьет d4, конь f6, конь c3, a6. На доске у нас сицилианская защита, вариант Найдерфа. И стоит отметить, что борьба этих двух шахматистов, Фабиана Круана и Яна Непомнящего, всегда носит какой-то сумасшедший иррациональный характер. Всегда какой-то, можно так сказать, сумасшедший дом на доске. И очень сложно разобраться. Не исключением стала и эта партия. h3, e5, конь b3, слон e7, g4. Итак, белый готовит пешечный штурм. Черные отвечают симметрично b5. g5, конь d7, h4, конь b6, слон e3, слон e6, слон бьет b6, ферзь бьет b6, ферзь f3, b4, конь d5, слон бьет d5, ed. И после конь d7, 3-0, белые первыми сказали слово свое, то есть сказали а, ракернули. И дали, соответственно, черным карт-бланш на атаку на ферзьевом фланге. a5 играет Ян Непомнящий, король b1, a4, конь d2, конь c5, слон d3, b3, cb, ab, a3. Ну и так, мы видим, что белые построили вроде бы надежную оборону, но на самом деле позиция белых держится на очень такой тонкой ниточке. Ладья a4, держа пункт e4 под контролем, конь e4, конь бьет e4, слон бьет e4, и рокировка смело заканчивает развитие Ян Непомнящий. Ладья g1, ферзь a7, h5, g6, ладья d3, ладья b8, hg, hg. Итак, вроде бы белые вскрывают линию h, и после ферзь g2 готовятся, соответственно, начать стандартную атаку. Но оказывается, что ход ферзь g2 уже проигрывает партию, и действительно вот здесь ладья h1 только давала шансы на ничью. Сложно в это поверить, отдаем просто пешку на поле g5. Но после слон бьет g5, ферзь g2, слон f6, ладья h3, ферзь d4, слон бьет g6, показываю ничейный вариант, который находит компьютеры, но который абсолютно не подвластен человеку. e4, угрожая просто матом и всяческими жертвами, поэтому ладья c3 ход вынужденный, ладья c4. И теперь после слона h7, король f8, ферзь g8, король e7, ферзь бьет b8, ладья бьет c3, черный вот-вот поставит мат ходом ладья c1 и ферзь бьет b2. Но белых спасает, как это обычно часто бывает в таких позициях, просто-напросто вечный шаг. Ну понятно, нельзя идти король g7 ввиду ферзь g8 мат, а так получается вот такой вот симпатичнейший вечный шаг. Мы видим, что на мгновение вроде бы может быть у белых лишняя ладья, но брать ее нельзя ввиду, опять же, мата по всем открытым диагоналям. Ну и вот таким вот образом должна была закончиться партия. Но сыграл Фабиана Круана ферзь g2, предоставив Яну Непомнящему нанести великолепный удар, который Ян Непомнящий наверняка бы нанес, если бы он был в хорошей форме. Очевидно, что после зевка в первой партии Яну Непомнящему не хотелось просчитываться и углубляться в головоломные варианты. Наверняка Ян Непомнящий видел удар ладья бьет а3, который решал судьбу партии. Но чтобы понять, почему этот ход выигрывает, ну действительно здесь человек, что называется, полномочия человека все окончены. Можно так сказать, как в меме, да, знаменитом, из плюс 100 500. Так вот, Ян Непомнящий сыграл слон f8, не поверил в свою удачу, и после f3 позиция полностью выровнялась. Мы сейчас с вами вернемся к этому критическому моменту. Покажу лишь, как закончилась партия. Ладья c4, ладья h1, ферзь c7, ферзь h2. После слон g7, ферзь e2, слон f8, ферзь h2. Соперники закончили игру троекратным повторением. Повторюсь, что если бы Ян Непомнящий грубейшим образом не зевнул в первой партии, то наверняка он нанес бы после хода слона f8, не слона f8, вернее, а неудачного хода вот здесь ферзь g2, Ян Непомнящий, если бы он находился в хорошей форме, наверняка нанес бы смертельный удар ладья бьет а3, который решает исход партии. Ба, ферзь бьет а3, и вот здесь понять, что оказывается черные могут вот так вот сыграть тихой сапой, можно так сказать, грозит ладья а8 и ферзь а1 мат, поэтому ход f3 вынужденный, угрожает ее ведь еще и ферзь а2, ферзь c2, и кажется, что здесь вроде бы черные пожертвовали ни за что фигуру. Но вот бездушная железяка находит здесь точный маневр, ферзь а7, который очень тяжело, конечно же, найти человеку, висит ладья на поле g1, поэтому ферзь привязан к защите, если ферзь уходит, то теряется ладья, а после ладья d1, защищая ладью b2, и угрожает просто ферзь а1 и b1 ферзь с матом. Поэтому король c2 можно сыграть, тогда ферзь c5 шах, опять же, если идти король b1, то ферзь а3, а если идти король d2, то вот здесь, конечно же, издалека, ну, очень тяжело поднять ход ладья b3, угрожая ходом ферзь e3, ладья e1, кажется, что белые все полностью защитились, полностью консолидировались, но здесь следует тишайший ход ферзь c4, компьютерный, и белые абсолютно беспомощные. То есть это вот действительно чисто компьютерные маневры. Теперь как защищаться? Угрожает просто тихий ход, слон d8 и слон a5 мат. Если сыграть ферзь e2, то, очевидно, следует ферзь c3 мат. Белый король получает мат, упакованный полностью своими фигурами. Такой вот красивейший мат. И теперь получается все, задачный фактически мат. Белые абсолютно беспомощные против тихого перевода слон d8 и слон a5 с решающими матовыми угрозами. Короче, вот таким вот образом черные побеждали, но понятное дело, что, повторюсь, что это все легко просчитать бездушной железяке, но абсолютно неподъемно для белкового шахматиста, коим и является, соответственно, обычный гроссмейстер, состоящий из мяса и крови. Углубимся немножечко в биологию. Короче, друзья, прошел мимо этого момента Ян Непомнящий. Повторюсь, что за это обсуждать его нельзя, потому что вариант абсолютно сумасшедший. И таким образом эта партия также завершилась в ничью, как завершились и другие партии, и, соответственно, положение участников после двух туров вы можете сейчас видеть на ваших экранах. Ну а на этом я заканчиваю. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами же был Олег Саламаха. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео на моем канале. На сегодня же у меня все. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем пока!